Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Коммунальные службы Самары начали санитарную опиловку деревьев. В городе проходит месячник по благоустройству. Начали работы раньше запланированного. В Самаре идет благоустройство первой очереди парка Воронежские озера. С легким паром общественный транспорт Самары проходит банные процедуры. Автобусы первыми готовятся к месячнику по благоустройству. За сутки в Самарской области зафиксировали 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших коронавирусом в Самарской области снижается. Но регион по-прежнему находится в красной зоне. Об этом говорили на заседании Оперштаба по предупреждению распространения COVID-19. Дети возвращаются в школы после каникулы. Это может спровоцировать рост заболеваемости. Подробнее в нашем сюжете. За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 11,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, 317 случаев вне больничной пневмонии. При этом по сравнению с прошлой неделей наблюдается снижение заболевших на 11%. Ипидпорог по-прежнему превышен, особенно в возрастной группе от 15 лет. Коронавирусом чаще болеют те, кто старше 65, а также врачи и учителя. Об этом говорили на областном оперштабе по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией. Мы наблюдаем, начиная с 1 января, рекордно низкие количество пациентов. На амбулаторном этапе сегодня находится 3317. За последнюю неделю почти на 20% еще снизилось количество. На госпитализации 1302 пациента. Как результат снижается потребление кислорода. 30% заболевших коронавирусом лечатся в поликлиниках, остальные на дому. В регионе имеются достаточные запасы лекарств. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают их бесплатно. Скорая помощь работает в штатном режиме. Инфекционных вызовов стало гораздо меньше. Идет процесс сокращения коек. В первую очередь в 5-й горбольнице Тольятти, в больнице Середавина и в госпитале ветеранов войн. По словам участников оперштаба, особое внимание нужно уделить тем, кто приезжает в регион, в частности вынужденным переселенцам. Надо обязательно проанализировать, где у нас это все происходит. И, безусловно, мы сегодня будем еще отдельно об этом говорить. Мы видим, что достаточно высокий уровень заболеваемости среди пребывающих. Там своевременный мер принимается. Но, безусловно, я обращаю внимание глав районов, где у нас расположены пункты временной ПВР, где у нас расположены, что там особая, все равно должна быть повышенная вирусоопасность. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, тяжелее всего болеют пожилые жители региона, особенно если они не вакцинированы и поздно обращаются. Поэтому им важно пройти процедуру, а тем, кто привился более полугода назад, сделать ревакцинацию. На штабе пришли к выводу, что показатель заболеваемости позволяет проводить массовые мероприятия в регионе с числом участников до тысячи человек. И не рекомендовали руководителям школ пока проводить праздники и спортивные соревнования, поскольку дети только что вернулись с каникул, и многие из них уезжали отдыхать. Виктория Шарая, События. Самым надежным методом защиты от COVID-19, по утверждению медиков, является вакцинация. В Самарской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяют пациентам преклонного возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Тему продолжат наши корреспонденты. Говорим, мне бы вот курицу надо, этот чайник, чтобы там чай заваривался, все. И она принесла выкройку. Своей работой подопечная Центра социального обслуживания Гельфира Юрина по-настоящему гордится. Здесь, в центре, она обрела новые знания, бесценный опыт и лучших подруг. С началом пандемии, казалось, общение с единомышленниками сойдет на нет. Но пожилые люди своевременно вакцинировались от COVID-19 и стали больше времени проводить на открытом воздухе, занимаясь физкультурой, скандинавской ходьбой и прогулками по лесу. Родственники тоже надо беречь, сохранить им тоже здоровье, жизнь. И думаю, чтобы не заболеть, чтобы их тоже не заразить. Поэтому решила, короче говоря, сделать прививку. Среди тяжелых пациентов в госпиталях сейчас, как отметил министр здравоохранения региона Армен Бинян, пожилые и невакцинированные граждане, тех, кто, заболев, не сразу обратился за медпомощью, в результате чего состояние ухудшилось. Вакцинация, по словам медиков, для людей преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, остается самым надежным методом защиты. Я не могу сказать, что сразу все приняли решение на вакцинацию, конечно, нет. Но жизнь, как говорится, показала необходимость вакцинации. Поэтому на сей момент 80% точно не провакцинировались только те, у которых противопоказания, какие-то серьезные заболевания и противопоказания. Если у подопечных социального центра возникают вопросы, связанные с вакцинацией, разобраться в них помогают соцработники. Проводят профилактические беседы и объясняют необходимость проведения процедуры. Для тех, кто в силу обстоятельств сам не может прийти в прививочный пункт в поликлинике, есть возможность вызвать прививочную бригаду на дом. Мария Левина, Ольга Павлова, События. Спектакль «Князь Владимир», премьера которого состоялась 14 марта, на сцене Самарского театра оперы и балета планируют показать на открытом воздухе в рамках фестиваля «Всероссийская студенческая весна». В качестве возможной площадки для показа рассматривается площадь имени Куйбышева. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с народной артисткой России, советской и российской балериной Инзе Лиеппа. Напомню, в марте этого года балерина приняла участие в спектакле «Князь Владимир» совместно с детским танцевальным коллективом «Задумка». Кроме того, вместе с городским департаментом культуры, собравшиеся, обсудили ряд проектов, которые возможно реализовать в столице региона. В их числе ежегодный бал выпускников «Алые паруса», а также мастер-классы от балерины с мировым именем. Обсудили вопрос создания Всероссийского молодежного танцевального движения. Мы сейчас вот как раз работаем над концепцией того, что же это может быть. Конечно, это должна быть какая-то пилотная площадка. И возможно, и вероятнее всего станет так, что пилотной площадкой станет Самара. И вот то, о чем вы говорите, и эти сцены, и «Задумка», и ваши вот эти молодежные талантливые хореографы, которых идея, чтобы потом, правда, их посмотрели художественные руководители театров, возможно, мы все это как-то вот к какой-то следующей встрече, там тоже где-то через месяц, мы готовы будем это концептуально как-то все донести и рассказать Дмитриевичу, и познакомить вас с этим. С опережением графика в Самаре приступили к благоустройству парка «Воронежские озера». Работы выполняют по федеральной программе о формировании комфортной городской среды. За преображение именно этой территории самарцы активно голосовали в прошлом году. Как изменится парк, узнала наша съемочная группа. Парк «Воронежские озера» – одно из любимейших мест для прогулок у жителей промышленного района. Здесь и раньше было хорошо, а теперь станет еще лучше, говорят горожане, ведь этой весной в парке начали благоустройство. Теперь самарцы ждут, когда можно будет прогуляться в любимом месте. Но признаются, что строителей не торопят. Жители хотят, чтобы все было сделано качественно, на века. Не надо торопиться, пусть сделают, как, говорю, положено, а мы, конечно, будем радоваться за наш город и гордиться им. Подрядчики начали работы две недели назад с опережением графика. Как только позволили погодные условия. На объекте трудится 20 человек и 6 единиц техники. Сначала рабочие демонтировали старую чашу фонтана и инженерные коммуникации и приступили к земляным работам. На данном объекте конфигурация фонтана будет сохранена. Изменен порядок фонтана. Он будет сухой, то есть замкнутого цикла. Благоустройство парка проведут в несколько этапов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рейтинговом голосовании эта территория оказалась среди лидеров. За преображение воронежских проголосовали более 23 тысяч самарцев. В текущем году у нас предусмотрена реализация первого этапа, который в себя включает устройство входной группы со стороны дублера Московского шоссе, которое будет включать в себя зону входную с реконструкцией фонтана и, соответственно, устройством освещения малых архитектурных форм газонов, тротуаров. Первый этап благоустройства парка планируют закончить до 1 сентября. Также в этом году начнется благоустройство сквера имени Куйбышева, сквера ЗАГСа в Управленческом, парка Молодежный и сквера на Ташкентской. А какие территории будут преображать в следующем году, самарцы смогут выбрать на рейтинговом голосовании, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Профильные муниципальные предприятия Самары продолжают наводить порядок в городе в рамках месячника по благоустройству. В областном центре он стартовал 1 апреля. Один из актуальных видов работ – это санитарная опиловка деревьев. Обрезку проводят практически круглый год. Исключение составляет только поздняя весна и начало лета, когда на деревьях распускаются листья. Опиловка в этот период может нанести растению вред. Санитарная обрезка подразумевает обрезку сухих и больных ветвей деревьев. Также, если они растают в глубь кроны, для формирования здоровья клона дерева. Окончание планируется в конце апреля. И возобновится уже после формирования полной зеленой кроны не ранее, середина-конца июня. Санитарную обрезку деревьев проводят и в охранной зоне сетей, например, наружного освещения, электроснабжения, а также в зоне контактных сетей, принадлежащих муниципальному предприятию трамвайно-троллейбусное управление. В этом случае владельцы сетей несут ответственность за их сохранность, своевременно принимая меры по опиловке. В Самаре после зимы приводят в порядок общественный транспорт. Автобусы моют как внутри, так и снаружи, а после обрабатывают дезинфицирующими средствами. Генеральная уборка проходит в рамках городского месячника. По благоустройству Мария Левина расскажет подробности. Водитель со стажем Вадим Челышков в последнее время за рулем оказывается нечасто. В автопарк он пришел в 90-х, объездил весь город, долго работал на 67-м маршруте. А год назад стал начальником колонны водителей. В его ведении порядка 300 единиц транспорта. Он следит за тем, чтобы автобусы вовремя выходили на линию, чтобы персонал был полностью готов, как и подвижной состав. Сейчас, понимаете, грязь на улице, все это тащится в салон, очень много песка. То есть работники мойки, то есть мойщицы, они постоянно со шлангами вымывают все это из автобусов. Ну и, конечно, большое внимание идет к чистоте самого подвижного состава в целом и именно кабины водителя, потому что это лицо предприятия, кабина водителя и сам водитель. К тщательной очистке подвижного состава после зимы предприятие приступило одним из первых в Самаре, заблаговременно готовясь к традиционному месячнику. Потому уже сейчас выполнено 60% от запланированного объема работ. Уже начали проводить и химчистку салонов. Чтобы не тянуть время, сейчас уже скоро будет тепло и чтобы весь подвижной состав ездил на улице в чистом виде. Ну, собственно говоря, чтобы люди, выходя в чистые, в светлые одежды, там, брюках, рубашках, не пачкали свою одежду, а грязные сидения, которые там за зиму были испачканы. После мойки поручни, двери, стекла и другие контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами, одобренными к применению Роспотребнадзором. Их количество пополнили, чтобы предприятию хватило на месяц вперед. Так, запас хлорамина составляет сейчас 46 килограммов. Перекиси водорода – 15 литров. Кроме того, в мастерских проходит сезонное обслуживание техники. Там, где необходимо, устанавливают новые сидения. Всего в автопарке около 400 единиц техники. Самарские автобусы приводят в порядок каждый день, до и после смены, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. Кроме того, сотрудники автотранспортного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, готовятся к субботнику. Мария Левина, Василий Кладашов. События. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по факту ЧП с судном на воздушной подушке возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню, днем 4 апреля на «Волге» перевернулось судно на воздушной подушке, совершавшее рейс по маршруту Рождествено-Самара. Пассажиры и капитан судна, 12 человек, выбрались на сушу. Детей на борту не было. Сразу после того, как стало известно о происшествии, к месту выдвинулись спасатели, водолазы отряда специального назначения. После опрокидывания судно в полузатопленном состоянии оставалось на плаву и дрейфовало по ветру. Водолазы обследовали пассажирский салон и рубку транспортного средства, убедились, что пострадавших там нет. Затем отбуксировали его к правому берегу «Волги». Высокая волна, сильный ветер и плавающие льдины осложняли работу спасателей. Сейчас выясняются причины происшествия. Обеспечить контроль за соблюдением прав осужденных – такова задача членов общественной наблюдательной комиссии. Срок полномочий, прежних участников комиссии, подходит к концу. Обучающий семинар рассчитан на новых кандидатов. Подробности расскажет Максим Магомедов. Как защитить права тех, кто находится в местах принудительного содержания и действовать в рамках закона? Обучающий семинар прошел для кандидатов члена общественной наблюдательной комиссии Самарской области. Встречу организовали общественная палата России и общественная палата Самарской области. Подготовка проходит в связи с истечением сроков полномочий действующих членов ОНК. Кандидаты, проходящие обучение, будут представлены в общественную палату России. В соответствии с ее решением была определена квота на 20 человек. Это та часть граждан России и не только граждан, которые в соответствии с Конституцией обладают нашими правами. И их права должны быть тоже защищены, поскольку государство уже за преступления, которые совершены, их наказало. Но как граждане России они должны чувствовать себя частью нашего сообщества и мы должны понимать, что человеческое достоинство оно нигде не должно попираться. Общественные наблюдатели в процессе осуществления своих функций вправе оценивать условия пребывания лиц в местах принудительного содержания, в том числе санитарные условия. Они содействуют защите их здоровья, помогают в решении личных проблем осужденных в коммуникации с близкими, а также во взаимодействии с руководителями исправительного учреждения. Члены ОНК имеют право обращаться в государственные органы по результатам рассмотрения заявлений, которые подают лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Осужденные могут подать жалобу по почте либо лично, когда члены ОНК посещают исправительное учреждение. В ходе семинара кандидатам в члены общественной наблюдательной комиссии было представлено методическое пособие по их деятельности, которое разработала Общественная палата России. Мы приглашаем на наши семинары для участия действующих членов ОНК и тех людей, которые в будущем решили связать свою деятельность именно с Общественной наблюдательной комиссией и заниматься общественным контролем местоприлудительного содержания. Сегодня этот институт, он единственный в мире в нашей стране. В других странах такого института нет совершенно. Наша задача, чтобы этот институт развивался и совершенствовался, а также перерастал грамотными профессиональными кадрами. В структуре Общественной палаты Российской Федерации создан координационный совет, в который входит каждый председатель региональной комиссии. Это позволяет оперативно обмениваться информацией и положительным опытом, а также реагировать на острые проблемы. Этот орган обеспечивает слаженную деятельность в каждом субъекте федерации. О работе общественных наблюдательных комиссий положительно отзываются люди, которые пребывают в местах лишения свободы, а также их родственники. На семинаре также вручили благодарственные письма от президента России Владимира Путина членам Общественного штаба независимого наблюдения за выборами, который работал во время проведения предвыборной кампании и в дни голосования за депутатов Государственной думы 8-го созыва и депутатов Самарской губернской думы. Высокой наградой удостоены генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун, сопредседатель Общественного штаба, председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, сопредседатель Общественного штаба Владислав Волков и руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев. За время работы штаба Общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. Еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки во время работы живых информационных центров. За три дня Общественным штабом были отработаны 103 сообщения. Музей «Самара Космическая» в этом году отмечает 15-летие. В честь юбилейной даты задумали целый ряд мероприятий. Сегодня проходит презентация приключенческой игры от Самары до МКС. Подробности далее. 15 лет – значительный возраст для человека, но совсем юный для музея. Однако выставочный центр «Самара Космическая» за это время прошел немалый путь и превратился в одно из знаковых мест города, посещение которого – мастхэп для туристов. Я всегда сравниваю даже с храмом. Храм надо намолить. Так и музей должен быть овеен любовью. Ауру музея есть. Есть колоссальные изменения за 15 лет. И самое главное, конечно, это коллектив единомышленников. Когда этот коллектив единомышленников есть, тогда можно работать, тогда можно достигать каких-то все-таки целей. Юбилейный год будет наполнен сюрпризами, говорят работники музея. Здесь подготовили целый цикл событий. Первая – презентация приключенческой игры от Самары до МКС. Игра состоит из двух частей. Сначала школьники получают информацию об экспонатах, затем они должны выполнить 12 заданий. В итоге участники получают памятные сувениры. Игра рассчитана на детей 11-13 лет. Например, дети узнают, как устроена ракета. Они узнают, как устроен быт космонавтов. Они узнают информацию об исторических личностях, которые внесли вклад в развитие ракетстроения, в том числе и Куйбышевскому. Нам сказали, что мы один класс, который идем сюда. Мы очень хотели побывать здесь. Мне очень понравилось вообще, как тут все обустроено. Нам тут рассказывают про разные спутники, как они существовали, как они появились. Попасть на квест можно только по предварительной записи. Самарские школы восприняли такую возможность с энтузиазмом. На ближайший месяц все игры уже расписаны. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарская хоккейная семья простилась с одним из лучших детских тренеров. 37-летний Андрей Сауков умер внезапно, когда вместе с командой «Чайка» ехал на очередной матч первенства области. В последний путь тренера проводили нынешние бывшие воспитанники руководства клуба и председатели сполкома Федерации хоккея «Самары». Тему продолжит Сергей Кизоркин. 14-летние воспитанники хоккейного клуба «Чайка», победившие в этом году в городском турнире «Золотая шайба», остались без наставника. Андрей Сауков, которому было всего 37 лет, умер внезапно, когда вместе с командой «Чайка» ехал на очередной матч первенства области. Вспоминают о своем тренере и молодые хоккеисты, которые пять лет назад тоже сражались на ледовых аренах «Самары» за престижные трофеи. Максим Кубельский говорит, для Андрея Саукова каждый матч был решающим. Поражение и победу он принимал близко к сердцу. Он всегда как бы жил игрой, прям погружался в нее полностью и радовался победам тоже искренне вместе с нами. Тоже очень ярко, бурно, эмоционально и за поражение вместе с нами переживал. Тренер Андрей Сауков хоккеем увлекся еще когда учился в школе. Окончив педагогический институт, пришел работать детским тренером в хоккейный клуб «Чайка». Судьба отмерила ему чуть больше 15 лет на этом сложном пути. Но и за это время на его счету несколько сотен побед. Некоторые его воспитанники стали профессионалами. Но и те, кто остался в любителях, благодарят за то, что он сумел привить ему любовь к этой замечательной игре, рассказывают родители. Он имел большую мечту воспитать как можно больше детей в хоккее. То есть у него была реальная цель. Он сам любил хоккей, прививал эту любовь к детям. Он с ними был действительно на одной волне. Да, иногда мог повысить голос, но заделал, так скажем. Но дети его любили. Да, и любят. Этот хоккейный сезон для тренера «Чайки» Андрея Саукова тоже получился золотым. Первые места на пьедестале почета как на городском этапе турнира «Золотая шайба», так и на областном. Успешно выступает команда и в областном первенстве. За последние 10 лет это самый успешный тренер, да. И если брать в пример даже этот сезон «Золотой шайбы» 21-22, то четыре места первых в городских соревнованиях, два возраста его выиграли. Два выиграли первое место в областных соревнованиях, его команда тоже стала победителем. Федерация хоккей Самары совместно с хоккейным клубом «Чайка» в память о детском тренере Андрея Саукове планирует ежегодно проводить турнир-мемориал. Первые соревнования состоятся уже в этом году, а со следующей весны, в начале апреля, в День памяти Андрея Саукова. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Городской телеграм-канал Вести с Дворянской сообщает, что 6 апреля в Самаре пройдет первый средник, а 9-го – гагаринский субботник. Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства, общественных организаций и муниципальных служащих, в уборке городских пространств смогут принять участие все неравнодушные жители Самары. Администрация Ленинского района Самары также приглашает жителей принять участие в среднике и рассказывает, где можно получить инвентарь. Уборка пройдет в рамках месячника по благоустройству. Администрация железнодорожного района Самары напоминает, что уже скоро стартует голосование, на котором можно будет решить, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году. Именно от активности жителей зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе за.городсреда.ру. Глава Кировского района Игорь Рудаков сообщает, что начал работать новый сайт районной администрации. Его адрес адмкир63.ру и предлагает жителям доработать платформу, сообщив свои идеи в телеграм-канале. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать в телеграм-канале и на официальном сайте Самары ГИС, в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей можно увидеть на каналах в Ютюбе и Рутюбе. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok